Раньше я думала, почему у нас такое странное название, почему студенты так плохо учатся. И потом до меня дошло, что вся фишка заключается в названии. Факультет радиофизики находится на улице Курчатова. Не улица Маркони, не улица Бакова, а именно Курчатова. И, наверное, всех это просто путают, и все не могут здесь учиться. Приколы. То, что можно услышать у студентов. Самые распространенные приколы, которые можно встретить даже на пятом курсе факультета. Хотя они зиждутся просто на школьном курсе. Вы когда-нибудь такое слышали? Микрокилометры. Ну, просто гениально. От всего сердца. Некоторые студенты у нас измеряют данные в микрокилометрах. То есть у них нет метров, у них есть километры. И для того, чтобы характеризовать количество этих километров, они используют приставки. То есть у них, получается, помимо микрокилометров могут быть килокилометры, нанокилометры. Поясню по-простому. Метр — это единица длины. Километр означает тысяча метров. Микрометр означает 10 минус 100 метров. А микрокилометр — это простой миллиметр. Но студенту радиофизики пятого курса это просто неизвестно. Как такое получилось, просто у человека были данные, полученные со спутника. И, кстати, я очень обрадовалась, когда услышала микрокилометры, что человек учится на специальности физическая электроника. Потому что если бы это была специальность аэрокосмос, мне было бы страшно за наши спутники. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Куда они полетят с микрокилометрами? Ну, явно не в космос. Да, явно, определенно, просто не в космос. Космос дорога не дана. Да. Просто не дана. Так вот, данные получены со спутника. Спутник летает высоко. Вот где-то там, высоко. А данные, они-то маленькие. Раз спутник высоко, то это означает, что это километры. А поскольку данные маленькие по размеру, то это что-то микро. Вот и получается микрокилометры. Какая была размерность, я так и не знаю, к сожалению. А может и хорошо, что не знаю. Меньше печали. Да, это так. Для затравки. Микрокилометры. Просто мне так это запомнилось. Микрокилометры. Пятый курс радиофака. Наверное, только здесь это можно было услышать. Следующий момент, который интересный был у нас. Интегралы. Да, интегралы. Давайте поговорим на интегралах. Не думайте, что это сложное, что это сверхъестественное. Но опять-таки, у нас есть особо одаренные студенты, которые почему-то не были очислены к пятому курсу. Факультету крайне неудобно, что такие студенты учатся здесь. Но, тем не менее, возможности ее отчислить нет. Потому что лучше человек будет учиться в университете. Есть бюджет государственный, чем он будет ходить по улице и заниматься плохими делами. Поэтому сейчас университет больше несет какую-то, знаете, контрольную функцию, чем образовательную. У нас учится много студентов, которые, в принципе, здесь не должны учиться. Так вот, у этих студентов на пятом курсе очень большие проблемы с интегралами. Ну, первое, это, наверное, вопрос на засыпку. Меня это крайне удивляло, потому что я присутствую в перепересдаче, то есть я пишу свою диссертацию, но при этом я вижу, как другие люди пытаются сдать какой-то спецкурс. Так вот, попросили студентов посчитать интеграл опять dx. Интеграл опять dx. И, представляете, он его не может посчитать. Ну, я тогда была настолько удивлена, как можно не посчитать интеграл от константы. А аргументация вообще гениальная. Я выпала в осадках, когда услышала эту аргументацию. Под интегральной функцией нету x. Если вы посмотрите на общий вид интеграла, интеграл от f от x dx, да, функция f от x. Так вот, пятерка, она константа, она от x не зависит. Поэтому интеграл для этих человек не получается. Вообще напрочь не получается. Я, когда это увидела, я была в шоке. Но потом меня, знаете, успокоили. Успокоили вообще потрясающе, потому что рассказали случайно о том, как... Представьте себе вот такую формулу. Посмотрите внимательно вот на эту формулу. Формула просто отличная. Скажите, пожалуйста, что вам вот непонятно в этой формуле? Так вот, студенту факультета радиофизики и компьютерных технологий в этой формуле непонятен только один, внимание, один значок. Но зато какой значок. Вот этот значок. Значок интеграла, он как бы вообще ни при чём. И я вспомнила, как вела года три тому назад тоже группу по математическому моделированию. Там тоже надо было брать интегралы. И мне девушка похвасталась, что она хочет закончить факультет радиофизики и компьютерных технологий, так и не научившись брать интегралы. И вы не поверите, печать заключается в том, что она, скорее всего, закончена. Серьёзно. Без каких-либо проблем. Вообще, в принципе. Ладно, отойдём от интегралов. Интегралы, наверное, это слишком сложно. Есть более простые вещи. Например, вы, наверное, в школе проходили колебательный контур. Далеко не каждый студент на госэкзамене может нарисовать схему колебательного контура.